Мастер-классы Честно говоря, не могу сказать, что этот мастер-класс был какой-то очень особенный. Он проходил в нормальном штатном режиме. Были нормальные вопросы, были хорошие интересующиеся люди. В принципе, было интересно общаться и была очень теплая, добрая атмосфера, уютная такая домашняя, что очень понравилось. Потому что бывает так, что на мастер-классах бывает так, что зал совсем мертвый, он вообще ничем не интересуется, как будто ничего не спрашивает, ни о чем. В этом смысле вчера было очень здорово, нам очень понравилось. Как найти правильный баланс между своим творчеством, жизнью, своим кайфом и коммерцией, которая необходима? Как правильно вы это сделали? Это не все так просто, и мы далеко не сразу смогли себе это позволить, для того, чтобы ездить со своим проектом и что-то делать с ним. Все равно мы прошли через все это, абсолютно. Каждый из нас прошел, и мы годами, и я до сих пор играю летящей походкой иногда, если мне приходится. А что делать? Это везде так. Во всем мире люди, никто практически из джазовых музыкантов хорошо не зарабатывает. Никто. Кроме суперзвезд, таких как Чик Кореи, Пат Мэттени. Это единицы. Это действительно единицы. Херби Хэнкок, может быть. А потрясающие музыканты, вроде, например, Скотт Хендерсон, Алан Холсворт, Майк Стерн, они не особо так сильно зарабатывают, на самом деле, своими концертами. Я просто знаю точно, что, может быть, это какая-то тайна, но я думаю, что, на самом деле, все музыканты об этом знают, что великие музыканты, вот такие, вроде Алана Холсворда, совершенно спокойно получают за концерт 100 долларов в Америке. То есть это вообще ни о чем. А здесь, ну, в России, там, в Казахстане, на Украине, где угодно, люди могут играть жуткую музыку просто, ну, я не буду ее упоминать, но при этом еще не умея практически играть и зарабатывая 500 евро, 1000 евро, совершенно спокойно. То есть справедливости здесь, к сожалению, очень мало. Вот. Но мы не отчаиваемся, и, в принципе, вот сразу, если бы мы захотели, типа, отбросить все ненужное, как бы нам, всю вот эту музыку, которая нам неинтересна, сразу бы у нас точно не получилось. Все равно нам нужно было пройти, проиграть несколько лет, стать более-менее известными. То есть нас сейчас уже знают люди, и мы можем уже между чем-то выбирать. Но если бы мы сразу вот так отреклись и сказали, все, только свое, мы бы просто, мы бы сюда не доехали вообще. То есть билет бы нам никто не купил, и сами бы мы себе не смогли его позволить. Вот, поэтому этот компромисс продолжается и будет продолжаться всегда. Я очень люблю джаз, и музыка. Я люблю и поп, и джаз, и фьюжн. И от всего получаю удовольствие. Да, но если ты играешь поп, ты должен нравиться поп-музыка. Если ты играешь поп-музыка, и ты не нравишься, то в твоей голове... Ты будешь, ну как сказать, расстроенным... Типа, вот ребята, они как бы живут своей музыкой, и в принципе все, что они в жизни делают, ну другое, в жизни музыкальной, да, своей, направлено только для того, чтобы заниматься этим проектом. Совершенно верно. Это серьезно. А то так и есть все? Так и есть. Вот для меня абсолютно так и есть. Я пыжусь там, что-то пытаюсь что-то заработать, чтобы просто обеспечить себе хотя бы какой-то прожиточный минимум, на что я смог бы существовать, для того, чтобы освободить себе время, чтобы заниматься любимым делом. Потому что в первую очередь, конечно, то есть вернее этот проект для нас в последнюю очередь коммерческий, нежели чем все остальное. Вот. Это именно то, что интересно. Но о чем я говорил вчера на мастер-классе? Приоритет однозначный, да? Приоритет однозначный, конечно. Это очень интересно. Мы безумно счастливы, что мы играем вот с этим человеком. Это один из лучших в мире. Действительно барабанщиков нам просто посчастливилось работать с ним. И я готов вообще... Ну не то, чтобы готов, но как бы... Я могу и бесплатно играть с ним. Совершенно спокойно. И мне все равно будет... Я все равно буду получать удовольствие. Это единственный проект, где я готов работать бесплатно. И буду получать при этом обык. От этого удовольствия. Мастерство, которое сейчас есть у вас, оно таким потом и кровью, что ли, дано. Вчера на мастер-классе довольно у него весело все это звучит. А я до 16 лет там как-то... Ну он гений, а мы нет. Это просто на самом деле... На самом деле... Он не улыкает, да? Не, он абсолютно не улыкает. Он действительно... Он действительно гений. Не, на самом деле среди и фирменных музыкантов, среди крутых музыкантов, настоящих мировых звезд, много и таких, которые много занимаются тоже. Так же, как мы. А есть люди, которым это не нужно. Вот вроде него. На самом деле таких очень немного. Даже среди супер музыкантов. Вот чтобы команда звучала вот так вот сыгранно, да? Да. Необходимы какие-то, ну, репетиции? А вы, получается, уже немножечко вместе... Нет, не необходимо абсолютно. Мы сыграли наш первый концерт, порептируя всего два часа. И мы полетели сразу на гастроли в Новосибирске, сыграли прекрасный концерт. Это все зависит от твоего... Именно твоего личного умения играть. Если ты находишься, то есть это как бы... Ну, вот если люди, допустим, знают хорошо языки там иностранные, да? Они могут сразу общаться. Им не нужно притираться друг к другу, там, привыкать. Язык музыки такой же язык. Мы просто учимся на нем разговаривать. Он интернациональный. И любой человек из Японии, Китая, Тайваня, там, США, Англии, Германии, Россия всегда найдет общий язык музыки. То есть не нужно тратить много времени на то, чтобы сыгрываться. Я считаю, что вот сыгрывание, это немножко совковое такое мнение, что типа у нас группа, мы играем вместе уже два года, мы уже так сыгрались. Обычно так говорят люди, которые не умеют играть, если честно. Как бы вы бы это характеризовали, вот кто это на концерт? Это чувство с чем ассоциируется, прямо у каждого? Ну, он согласен. Но это чувство, ну, не знаю, трудно объяснить. Это чувство просто бесконечного счастья, вот лично для меня. То есть это, такое чувство вот именно с этим человеком возникает. Больше ни с кем. Больше ни с кем в моей жизни еще такого чувства не возникало. От понимания, да? От понимания и от того, что он супер просто. То есть он такого уровня, что, ну, это такое удовольствие. Играю с ним, разговариваю с ним на музыкальном языке. Больше ни с кем такого. Все равно есть какие-то вопросы всегда, когда с кем-то играешь. Как бы вроде все хорошо, но что-то вот, что-то где-то недопоняли, что-то где-то не нравится. А здесь нравится все. Здесь все идеально, здесь феерически. Ну, во-первых, я прямо улетаю с первых нот, особенно когда мы начинаем какие-то страшные темпы, грувые. И вообще просто начинаешь улетать куда-то в небеса. Особенно если моя импровизация. Ну, просто необъяснимое чувство. Жаль, что когда он улетает, приходится возвращаться. Ну, и чувство вообще реализованности в жизни. То, что я нашел свое место. И я просто счастлив, что в этот момент, в это время я нахожусь в этом месте. Да. Это самое лучшее вообще. Я должен сказать, что это правда? Да, ты можешь. Нет, я чувствую, 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 я не знаю, это просто, мы share музыку вместе, и это как, когда ты с твоей семьей, твоей брата, и ты, мы с твоей семьей, твоей брата, и мы с твоей семьей, твоей брата, и мы с твоей семьей, твоей брата. Мы даем то, что мы имеем внутри, как бы нашей семье музыкальной, делимся этим с публикой. Его спросили, когда это было, на радио, вот мы были позавчера на радио. Его спросили, как вы считаете, вот в чем разница между, скажем, французским джазом, российским джазом и американским джазом? Он говорит, для меня нет никакой разницы, это просто музыка мировая, общий язык, о котором разговаривают все во всем мире. Это отдельный стиль, нет большой разницы. Раньше было всякое, здоровье позволяло не спать по 10 суток, выпивать все время, и все было нормально. Сейчас уже так, вот у него так. Ну, по крайней мере, нужно высыпаться, потому что если не выспишься, то у нас один концерт был, и мы очень устали. И от этого энергии, от нас меньше энергии идет в зал. Внимание. Да, и соответственно, концерт получается как бы вялый. Для всех, в принципе, будет, всем понравилось, и тот концерт тоже всем понравился, но мы-то знаем, как мы можем. И это было на 30% от того, что мы можем. Вот, так сказать, концерт, клоток воздуха, насколько его хватает? Хватает. Ну, вот в прошлый раз, поскольку это был первый опыт у нас игры с таким человеком в прошлом году, хватило, пожалуй, на подольше, чем хватит сейчас. Сейчас мы уже немножко как бы привыкли к хорошему. Вот, я думаю, что, да, быстро мы привыкли. Вот. В прошлый раз, я помню, у меня месяц, наверное, еще так колбасило после этого, да. То есть, был такой заряд мощный, стимул заниматься дальше, заниматься музыкой, потому что все это было не просто так. А вам что для творчества, что нужно? Для творчества? Ну, чтобы в этом состоянии как-то... Да, мы всегда в этом состоянии. Нам самое главное быть вместе. Нам самое главное быть вместе. Нам ничего, никак не нужно готовиться к этому. Мы просто встречаемся, и все, и мы сразу начинаем творить. Вот, но лично я голодным играть не могу. А чего мы каждый фигурок достичь, мы были вместе через 10 лет? У меня нет суперамбиций, в смысле, я не хочу там купить себе самолет или виллу. Это все очень сильно на втором плане для меня. Это все к деме. Да. Я просто хочу играть лучше и лучше. Я хочу раскрывать свой потенциал, то, что мне отпущено, и то, что мне дано по максимуму. Я не хочу его как-то оставлять, я хочу его развивать дальше. Ну, я хочу, конечно, какого-то признания, безусловно. То есть, амбиции есть, но они такие, не особо сильные. Я хочу просто, чтобы меня знали музыканты, чтобы меня кто-то любил, и чтобы у меня был свой слушатель, которому бы нравилось то, что я делаю. Чтобы было для кого играть. Вот это очень важно. Вот, но там супер каких-то золотых гор я себе не вижу в будущем. Просто хочу быть как бы уважаемым в этом деле человеком. И все, и играть с любимым музыкантом. Мне больше для счастья ничего не нужно. Тем музыкантам, которым вот... Я и Федя тоже, да? Согласен или нет? Да, я согласен, но я хотел бы... Через 10 лет, да, я через 10 лет хочу, чтобы мы... Кашкенту. Мы уже вот с этим проектом выступали где-нибудь на каких-то... Серьезных фестивалях. Да, серьезных фестивалях. Монтрю. Собирали, я не знаю, ну, конечно, громко, но может быть стадион. Если мы соберем когда-нибудь, вот это было бы очень... О, супер легко. Турить вокруг земли. И играть туры во всем мире. И играть с этим человеком три аккорда. На сцене с 10 тысяч человек. И забыть играть с 10 тысяч аккорда для трех людей. Играть три аккорда для 10 тысяч Или 10 тысяч аккордов для трех человек Спасибо вам